Ветки сухих деревьев Целая аллея сухих деревьев держит в страхе жителей улицы Батумская. По словам очевидцев, ветки растений регулярно рвут электрические провода, а стволы деревьев уже сместили газовые трубы на метр. На днях одна из веток упала на проходившего мимо мужчину. Он, к счастью, не пострадал. Этот случай не единичный. Дерево сухое уже, оно упало, аж столб согнул. Отнесли его туда, на мусорку выкинули это дерево. Один раз какая машина шла, да как зацепила. Я думала, ну все, сейчас и трубы вот так повалят. Отключение света здесь явление частое. В ветреную погоду сухие ветки стучатся в окна. Отключение света у нас постоянно. Вот за это время, пока циклоны идут, у нас дважды уже не было света. У нас постоянно из-за деревьев рвутся провода. В прошлом году у нас порвались провода у соседки в 21 доме. Она меняла за свой счет. Спасибо, что не было дождливой погоды, потому что провода были потоком на земле. На улице Батумской почти в каждой семье живут дети. В самой многодетной семье их 9. Во время нашего приезда они были в школе. Родители опасаются за их жизни. Они провожают и встречают их из школы. Гуляют вместе с ними. Кто-то делает специальные навесы. На всякий случай. А дети же, их же не опасаешь за себя дома. Они не будут же сидеть. Они с нами гуляют даже. Мы с ними вот здесь вот постоянно с ними. Они от нас не отходят. Вот так вот мы с ними, как с маленькими. Хотя у нас дети, у меня ребенок во втором классе один, а второй в шестом классе. Но мы все равно с ними. Мы переживаем. Переживаем, потому что они здесь и бегают, и прыгают, и на велосипедах катаются. У нас нет площадки детской. В спеле деревья самостоятельно астраханцы не имеют права. За помощью они обращались в отдел координации деятельности строительного комплекса. Там посоветовали обратиться в муниципальное учреждение «Зеленый город». Его сотрудники обещали жителям улицы Батумской убрать деревья до 9 апреля. А пока они также гуляют вместе с детьми и провожают их в школу. Александр Вострикова, Серега Намазбаев, Новости 24, Астрахань.